Она Выходит на московский тракт одна, и никого в сибирском крае нет, красивее, чем она. Томск молод всегда, пожалуй, кроме июля, когда нет студентов и город заметно пустеет. Тогда понимаешь, сколько же их учится в наших вузах. Томск – это встречи и надежды, любовь и работа. По городу являют особенно вечернее время. А днем спешат в основном молодые люди, молодые, улыбающиеся лица. И вот недавно один из гостей нашего города сказал, иностранец, американец, по-моему, что он впервые в России, в Томске увидел улыбающихся людей. Томск становится родным для посланцев Казахстана, Узбекистана, Киргизии, других стран СНГ, государств Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас обучаются граждане из 20 стран мира. Сегодня мы отмечаем юбилей одного из крупнейших, престижных вузов Российской Федерации. Я извиняюсь за свое выступление, я сделал. Вам, белым людям, очень повезло. Это мат, который кормит ребенка. Пусть этот маленький талисман привезет вам не только иностранных студентов, но и больше достижений. Спасибо. Бывших-то мячей не бывает. В Томск приезжают выпускники, окончившие вузы 50 и более лет назад. В этом году золотой юбилей отметили радиотехники. Мы были молоды, любили, и жизнь бурлила в нас ключом. Переживали обиды, но все нам было нипочем. Нас радость встречи оглушает, нас слезы душат от потерь. Но пусть ничто не омрачает того, что видим мы теперь. В Томске это все. Получены мною знания, сделаны мною первые крупные исследования, которые сделали мне имя и дали мне всю мою научную карьеру. Колыбелью сибирской науки стали Томский университет и технологический институт. Они были созданы на рубеже 19-го и 20-го веков. Задуманы как база для подготовки кадров и становления высшего образования от Урала до Дальнего Востока. Вот почему Томск – город, где традиционно сосредоточены лучшие научные силы. Конечно, в других сибирских городах тоже работают выдающиеся ученые, но многие, если не большинство из них, учились у нас. На одной улице располагаются три университета – технический, государственный и ТУСУР, буквально в 100 метрах друг от друга. Но и каждый из них известен не только у нас в стране, не говоря уж о Сибири, а известен во всем мире, не иначе, как здесь проведение Божие сыгралось. 130 лет назад в Томске точно спрогнозировали специальности, которые были и остаются востребованными. Медицина, геология, машиностроение, энергетика, химия. Трудно поверить, но сохранились и работают приборы, на которых учились самые первые студенты. Колоссальные впечатления произвели все эти аудитории, лаборатории, старые приборы, еще с ядьями, то есть это приборы прошлого века. Это все, конечно, произвело огромное впечатление. Вот эти замечательные архитектурные сооружения, которые там были и так далее. Ну а дальше уже началась нормальная студенческая жизнь. Классические политехнические университеты внесены в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Такой честью достойны всего восемь вузов страны. Но сохраняя традиции, томичи смело идут вперед. Три наших университета недавно получили статус инновационных. Классический, политехнический. Университет систем управления и радиоэлектроники. Такого не удалось достичь ни одному городу, ни одному региону. Главное, это та неповторимая аура. Это университетские стены, где бродят души наших великих основателей. И, конечно же, я всегда вспоминаю слова Антона Павловича Чехова, которого я очень люблю, и который сказал, что в человеке все должно быть прекрасно. И душа, и одежда, и мысли. И вот для нас университет – это наш такой вот отец и мать одновременно. Политехнический университет разрабатывает модель академического инновационного университета. Он реализует программу «Элитное техническое образование». В основе – проблемно ориентированное проектное обучение. А цель – подготовка кадров высшей квалификации, конкурентоспособных на рынке труда. Так вот, я вышел, и первое, что я сказал, я сказал, что я всего третий день в Соединенных Штатах. Но я уже убедился в том, что Томский политехнический университет готовит специалистов лучше, чем американский университет. Ну, естественно, эта вся аудитория почти привстала от такой наглости. Когда студент поступает в архитектурно-строительный университет, процентов 80 знаний еще неизвестны. Их получат за время обучения. Отсюда задача – держать руку на пульсе и работать на уровне лучших мировых достижений. Ведь работают студенты ГАСУ – победители всемирного конкурса «Автомобиль будущего». 50 стран-участниц, лучшие профессиональные дизайнеры, а гран-при конкурса в Нью-Йорке – и эти победы в порядке вещей. Профессия строителя в настоящее время начинает становиться востребованной. Выпускники работают буквально от Мурманска до Магадана. Во всех регионах страны есть наши выпускники, а их более 46 тысяч. Древняя мудрость гласит, кто постигает новое, сохраняя старое, тот может быть учителем. Томский педагогический университет был утвержден еще по высочайшему повелению государя-императора Николая II. Сегодня, спустя столетия, он успешно и динамично развивается. Три года подряд первое место среди педвузов за Уралье, третье – в России. Сотрудничество с США, Германией, Италией, Францией, другими странами дальнего зарубежья – лучший мировой педагогический и научный опыт. Мы гордимся нашими научными школами, имеющими призвание во всем мире, выиграющие крупные международные гранты, научные исследования. Мы гордимся и нашими студентами, которые выигрывают предметные олимпиады у своих сверстников из американских университетов. Мы любим наших студентов и делаем все, чтобы им было хорошо в нашем ВУЗе. Мы делаем все, чтобы их будущее было счастливой и будущих учеников. Новаторский подход к обучению в Томском университете систем управления радиоэлектроники. Это не только лекции лабораторные, но и реальные проекты. Число заявок выше всех возможностей. Конкурс, а дальше – работа в команде, современные технологии, сотрудничество с заказчиками. Выпускник становится инженером-предпринимателем, а его идеей – товаром. Через 2-3 года образуется конвейер по выпуску бизнес-команд. Сейчас я буквально получил материалы вот этого саммита «Восьми», «Восьмерки» в Санкт-Петербурге был в 2006 году. Там принята специальная резолюция движения к глобальному инновационному обществу. И основные мысли состоят в том, что как бы у нас реализовано уже. Это, во-первых, построить систему образования, способную рожать инноваторов. Затем выстраивать системы взаимоотношений с частным бизнесом, наукоемким. В-третьих, развивать уровень образования в области естественных наук, технических наук. Медицина в Томске сильна традиционно. Специфика ВУЗа в тесной связи фундаментальных исследований и прикладных разработок. Есть хорошие результаты в ключевых сегментах рынка биотехнологий. А сегодня самая высокая производительность труда именно здесь. У нового администрации университета сделали ставку на молодых и продвинутых, то есть у меня есть такое слово, людей, которые совсем другие дети. Это дети интернета, они рассчитывают только на свои силы, для них, к сожалению, может быть, не существует больших авторитетов, их мало интересует то, что было вчера, интересует то, что есть сегодня, что будет завтра. Они очень мобильные, у них очень высокий интеллект, они готовы хоть быть, они хотят быть востребованными обществом, хотят быть востребованным рынком. Один лишь факт. В медуниверситете 70% студентов иногородних. Лучших оставляют на кафедрах в институтах. Они трудятся рядом с академиками, учатся сами и учат других. Так сохраняется и развивается то, что называют научной школой. Опыт, доверие, ответственность. Уверенность мне давала традиции Медицинского университета в области фундаментальной науки. Мы университет, который отличается очень качественной и большим количеством продукции в области фундаментальной науки. В Томске таланты ценят. Их открывают и поддерживают. Каждый год проводят множество конкурсов, молодых ученых, научных разработок, инновационных проектов. Звания лауреат премии Томской области в сфере образования и науки «Человек года» стали весомыми и престижными. Лучшим студентам, в том числе иностранным, вручают губернаторскую премию. Успехи окрыляют. Мишманов Антон Юрьевич, студент 6-го курса лечебного факультета Сибирского государственного университета. Неожиданно так, конечно, победа. Огромная заслуга, конечно, моих учителей. Моего единственного учителя, он сегодня в зале. Хотелось бы, чтобы рядом стоял. Вот, он ученый года, а его ученик тоже достойный себя, молодой ученый. Я очень волнуюсь, как бы ни настраивался, все равно это неожиданно. Ну, настолько приятно и неожиданно, честное слово, просто такое волнение. На работе, учебе жизнь не замыкается. Ведь юность – это порыв, радость, легкое дыхание. А значит, это время, где всегда есть место празднику. Конкурсы, соревнования, карнавалы. Они запоминаются на всю жизнь. В области давно поняли, что главное богатство – человеческий потенциал. Одобрена идея превращения Томска в университетский центр мирового уровня. В уставе города закреплена градообразующая роль научно-образовательного комплекса. Впервые в России. Наука и образование дают более тысячи рабочих мест в год, зарплаты в два раза выше, чем в промышленности. Растет благосостояние и всего населения. Вот мы все гордимся тем, что мы открыли в Восточной Сибири самую древнюю нефть на нашей планете. И мы всегда считали, что мы это и предсказали, наше поколение. И вдруг роюсь в одном забытом, забытом спорнике трудов Западно-Сибирского геологического управления за 36-й год и читали статью академика Михаила Антоновича Усова, известнейшего томского ученого, где он прямо и сказал, вот между Енисеем и Леной на этой земле мы откроем самую древнюю нефть на планете. Томская геологическая школа известна во всем мире. Именно с ней связано изучение освоения Кузнецкого и Каннско-Ачинского угольного бассейнов, создание Магнитогорского и Норильского металлургических комбинатов. Томская наука определяет развитие и нефтегазовой отрасли. Коэффициент конечной нефтеотдачи в целом по России сейчас меньше 35%. То есть, смотрите, 35% в добыле, а 65% в земле. И вот для того, чтобы снизить обводненность продукции, для того, чтобы добыть оставшуюся нефть, нужны новые технологии. Идет работа на перспективу. Суперсовременное оборудование позволяет готовить специалистов с завтрашнего дня. Отсюда их востребованность. Яркий пример – Сибирский химический комбинат. Один из крупнейших в мире ядерных центров. Производитель технически сложной наукоемкой продукции. Здесь трудятся 9 докторов и 60 кандидатов наук. Сейчас мы ставим перед собой задачу освоить переработку разных видов урана. Урана разного происхождения. И учитывая степень организованности, отработанности наших технологий, к нам иностранцы иногда в очередь стоят. Это и французы, с чего мы начинали. Сейчас это и США, и Швеция, и Великобритания, и Швейцария. Всех не перечислишь так на память. По концентрации научных сотрудников высшей квалификации Томск занимает первое место в России. Исследовательский потенциал представляет 50 научных учреждений и 9 научно-исследовательских и конструкторско-технологических институтов. Все они входят в состав Томского научного центра Сибирского отделения Российской Академии Наук и Сибирского отделения Российской Академии Медицинских Наук. Все пять институтов замечательные, один лучше другого. О каждом из них можно рассказывать долго. Но главная особенность Томского научного центра – это теснейшая связь с вузами. Фактически все институты созданы на базе школ и кафедр возникших еще вузов. В Томском научном центре пять институтов – оптики атмосферы, химии нефти, зеленоточной электроники, физики прочности и материаловедения, экологии природных комплексов. Все томские академические институты теснейшим образом связаны с университетами. Это, естественно, Томским госуниверситетом, политехническим университетом ТУСУРОМ, ДГАСУ и, как я уже говорил, с медицинским университетом, особенно в области нанотехнологии, но также в области лазерной технологии. Во всех институтах работают филиалы кафедр томских вузов. Это позволяет координировать исследования, концентрировать силы и средства, решать важнейшие задачи производства. Ну, я прежде всего знаю работы, хотя я там не был. Это института сильноточной электроники. Институт, который был создан Геннадием Андреевичем Месяцем. И работы этого института широко известны и отмечены многими научными наградами. И я очень рад. Вот сейчас только что я смотрел ряд достижений института. Конечно, это самый высокий уровень. Томск вообще у нас мощный центр науки и образования. Еще с очень давних, еще с дореволюционных времен. Успешно развивается Томский научный центр Российской Академии Медицинских Наук. В его составе 5 научно-исследовательских институтов. Они ведут работы в области кардиологии, онкологии, фармакологии, генетики, психического здоровья, курортологии и физиотерапии. Разнообразие, высокий уровень и практическая значимость Томских разработок всегда.